Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я уже говорила, сегодня очень много вопросов пришло по огурцам. И на сегодняшний день это самая актуальная тема. Я некоторые вопросы выписала и хочу ответить для всех. Вот Татьяна Иншакова написала. У меня в теплице в этом году желтеют маленькие плодики огурцов, затем отпадают. Почему? Отодвигается время сбора урожая, ждем, ждем. Но я хотя этой темы уже касалась много раз, и в прошлом году было видео. Кстати, ссылки на прошлогодние видео я в описании к этому видео расположу. И вы, пожалуйста, если у вас возникают вопросы, вы смотрите прошлогодние видео. Все темы рассказаны уже не по разу. Но сейчас я вот камеру возьмем в руки, буду показывать вот эти завязи, вот эти плодики. И буду очень подробно отвечать на вопрос, почему же все-таки у нас отваливаются молодые завязи. Ну тут я сразу скажу, если вы начнете искать ответ на этот вопрос, ну в каких-то видеороликах, там в статьях в интернете, вы, возможно, услышите и прочитаете, прочтете разные причины. Один будет писать человек, что плоды завязи желтеют и отваливаются от недостатка азота. В другом месте вы найдете информацию, что такие вот маленькие завязи, вот такие, они желтеют и засыхают от недостатка калия. Другой человек напишет, что, ну прочтете вы или увидите, что возможно маленькая зеленая масса, недостаточно вот этих сформировалось листьев, чтобы вытянуть огурец. И вы знаете, что самое интересное, каждый из этих людей будет прав, потому что причин, из-за чего желтеют, отваливаются плодики и не дают нам урожай, не формируются в такой хороший огурец, причин очень много. Возможно, у вас одна из причин, а может быть у вас все причины вместе взятые. Я вот специально сейчас шарюсь, чтобы посмотреть, нет ли у меня пожелтевших и желающих отвалиться плодиков. Но сейчас пройдем мы в другой короб. Я сейчас вас специально перемещу к другим огурцам, которые многоплотные, то есть которые с одного, с одной пазухи, пучок прям завязей, потому что где один плод, вот этот зазуля, например, он очень-очень редко сбрасывает свой плод, потому что он у него единственный, обычно он его вытягивает. Чаще всего неприятности случаются с теми самыми пучковыми, там этими огурцами, у которых по 4, по 5, даже по 6 завязей, они не могут вытянуть все завязи. Если там я вам показывала зазулю, то здесь вот у меня изумрудные сережки. Когда начали плоды показывать свою форму, я немножко в них разобралась, потому что зазулю ни с чем не спутаешь, а вот эти изумрудные сережки, видите, у них поскольку, у них 3, 4, иногда 5 завязей прям пучками, и я к ним сюда еще не заглядывала, и правда не заглядывала, надо уже огурцы обрывать, а я что-то даже ни разу к ним сюда не занырнула. Я хотела посмотреть и вам показать, что завязи все зелененькие, никакие не скидываются, и смотрите, если у вас вот такие вот пучковые, ну как по несколько, по 2, по 3, и если они все, ни один не пожелтел и не отвалился, это вы можете гарантированно сказать, что огурцам все нравится, и с огурцами все в порядке. Но если у вас огурец, например, ну один увеличивается, другой желтеет, тут же отваливается, значит что-то не так. И вот эти все причины, которые я в начале видео назвала, самой главной причиной называют многие, и многие люди, которые выращивали по много лет огурцы, и многие из тех, которые занимаются какой-то исследовательской работой, говорят, что не хватает питательных веществ, потому что завязей сразу много, вы видели, я показывала, завязи все одновременно завязываются, не хватает питательных веществ, значит бедный грунт. И вот когда у вас много пучковые такие, не много пучковые, а многодетные пучковые огурцы, без подкормок все они, вот например, 3 у них, 4 плода, по 3-4 штуки висеть вот так из одной пазухи у вас никогда не будут, если вы не будете подкармливать. Огурцам нужно очень много питания. И очень частая причина, одна из самых главных причин, недостаток азота, то есть питательный грунт бедный, подкормок нет, на одного огурца хватает им силы, а на остальных нет. Ну, бывают такие ситуации, когда у вас грунт прекрасный, когда у вас все с грунтом хорошо, но огурец все равно вот эти завязи скидывает, особенно первые. И я как раз вот об этом говорила в предыдущих видео, примерно неделю назад. Помните, у меня здесь были маленькие-маленькие кустики такие, которые я говорила, что я боюсь, что не вытянут, как бы они не сбросили зависть. Я старалась их подкормить, я делала тут дрожжевую подкормку, для того, чтобы стимулировать наращивание большой зеленой массы. Вот, к сожалению, не указано, много листьев на этих, на огурцах или нет, которые, у которых желтеют, вот эти зародыши и сваливаются. У меня было очень мало зеленой массы, 5 или 6 листиков. И я боялась, что огурец не вытянет. Есть такое выражение, что он не тянет то количество завязи, которое образовывается. И в этом случае, даже если я высадила, например, в плодородный грунт, а огурчик совсем-совсем маленький, у него всего 4-5 листиков, а завязи нанизалось много, ему просто это не под силу. И если в том периоде, когда он еще молодой совсем, и когда ему просто не хватает сил, и он скидывает эту завязь, это нормально. Он вот сейчас разрастется, у меня, видите, были совсем маленькие, сейчас стали уже вот такие. Он сейчас разрастется, нарастит зеленую массу, и все вот эти зародыши, которые, ну, образуются завязи, они все будут ему по силам. Когда молодое растение иногда, ну, вы понимаете, у него и корневая система не такая развитая, там, может быть, и есть вещества, но он просто не в силах, ну, не в силах он все это взять и дать вот этим завязам. Но страшнее ситуация, когда растение большое, растение хорошее, здоровое, завязей образуется много, но они засыхают и отваливаются. Об этом я тоже говорила в предыдущем видео, когда я говорила, что мне нужно подкормить калием, потому что я боюсь, как бы он не начал скидывать завязь, потому что во время массового вот такого завязывания плодов, массового наливания плодов, калийное голодание очень плохо сказывается на огурцах. Казалось бы, огурец хороший, огурец красивый, завязи много, а они появляются, потом раз, 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 вместо того, чтобы увеличиваться, они останавливаются в росте сначала, потом они бледнеют, потом они желтеют, потом они отсыхают, засыхают и отпадывают. Вот при таких показателях, вот когда вы это увидите, то скорее всего у него калийное голодание, то есть недостаток калия. При недостатке калия плоды плохо наливаются, и вот эти зародыши, они не идут дальше в рост. И вот из всего вышесказанного, то, что я вам сейчас наговорила, вы понимаете, что когда человек пишет, вот у меня что-то желтеет, отваливаются плоды, никто вам заочно не скажет, какая у вас точно причина. Может быть у вас и калия не хватает, может быть у вас и грунт бедноват, может быть вы не делаете подкормки, может быть растение маленькое и листьев мало, мы же ничего не знаем о вашем огурце, почему он скидывает завязи, вы должны сами подойти, внимательно вдуматься, осмотреть его, подумать, сколько вы давали подкормок, посмотреть много ли у него листьев, потянет ли вот этот листовой аппарат то количество завязей, которое есть, а может быть нижний, пусть он и скинет, пусть сначала нарастет, вот эта вот зеленая масса, а потом он попрет давать вам урожай. Так что видите, каждый вот такой маленький, казалось бы, ну совсем такой вопрос, ну как легкий такой, ну не знаю, такой вот не очень серьезный, что ну подумаешь, там засохла, отвалилась завязь, а причин может быть очень много, и вы должны учиться заглядывать внутрь, вот жизни этого растения, думать и исправлять эти ошибки. Возможно, нужна калийная подкормка, может быть просто полить вот каким-то настоем таким, азотосодержащий, травяной или дрожжевой, а может быть просто дать ему время, когда он вырастет побольше, и когда ему хватит сил на всех своих детей. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok